Мы все погибнем! Кто-то хочет поговорить? Да, да, можно. Суак, как вас много. Дружище, ты был самый первый. Как вас зовут? Меня зовут Артем. Артем, очень приятно. Артем, скажите, пожалуйста, какую вы пользу приносите в обществе Санкт-Петербурга? Я судостроитель. Вы судостроитель? Да. Вы строите суда? Верно. Большие суда, маленькие суда, кораблики, лодки? Гигантские, очень большие. Для перевозки людей? Военные, гражданские, исследовательские, любые. Любые суда? Ну, практически. Артем, по судам? Надеюсь, нет, не в ближайшее время. Артем, какое последнее судно вы строили? Это исследовательская платформа «Северный полюс» называется. То есть на этой платформе люди поплыли на Северный полюс? Не поплыли в ближайшем, неближайшем будущем. Пойдут. Пойдут, да, простите, пожалуйста, за формулировки. Я знаю, что в Санкт-Петербурге чуть-чуть подъезд назвал, получил *** от консьержки максимально сразу же. С шаурмой допинали. Да, с шаурмой. Я вообще в какой-то момент, ну, я иногда путаюсь, я поэтому это называю ролл с говядиной. Чтобы уже, знаете, толерантно, да, с говядиной Ли. Это если повара зовут Ли. И ты говоришь, ролл с говядиной Ли. Артем, вы строите судно, последнее судно, которое вы построили, на котором люди пойдут, они пойдут исследовать Северный полюс. То судно, о котором вы сейчас говорите, оно еще в процессе постройки. Оно в последнее, еще строится. То, которое уже готово, это паром большой. Это паром, который будет переправлять машины, например. Например, машин 300 можно в него запихать. Да. Очень большой. Между чем и чем паром? Паром? Да. Между берегами, как минимум? Он междугородние, международные рейсы может делать. Все правильно. Вы слышали, я до этого рассказывал, почему небо синее, так и надо. Я понял, что между берегами. Какими берегами? Междугородние, международные рейсы может совершать. А, вот настолько. Все, я понял. А, это дальние берега. Весьма. Да, то есть это не такие типа, вон туда надо. Вон видишь, тому типу. Вот эту машину, вон тому типу. Артем, вы даете название? Лично я, нет. Нет, а как даются названия? Чаще всего это имена знаменитых мореплавателей, может быть, инженеров или военных полководцев. Вы хотели бы, чтобы судно назвались? Моим именем, конечно. Прямо так, Артем? Прямо, да. Коротко и ясно. Слушайте, мне кажется, мощно, когда называют Артем. Не по фамилии, когда... Как у вас фамилия? Кот. Кот? Крутяк вообще. Блин. Это получается, вы просто во дворе, ну как бы решили вопрос с прозвищем, да? Все такие, знаешь, что ты будешь? Знаешь, как у тебя фамилия? Кот. Вариантов немного. А будешь, пес. Круто, круто. Артем – кот. Да. Я подумал, что если судно называется просто Артем, ну так, немножко угрожаешь. Знаете, прикиньте, ракета Артем. Запускайте Артема. Звучит так, знаете, как выпускайте Крахина. Торпеда. А? Торпеда, Артем. Торпеда, Артем. Ну я надеюсь, вы когда-то это слышали. Артем. Так, Артем. Я так понимаю, что вы... Немножко углубимся в вашу профессию. Во-первых, спасибо большое, что вы это делаете. Почему? Потому что благодаря вам люди, во-первых, в будущем поедут исследовать Северный полюс. Правильно? В будущем. Я надеюсь. Да, вы это всегда что, вы не уверены так, что вы достроите? Ну от меня это зависит, я делаю все, что в моих силах. А, я понял, еще есть еще другие люди. Конечно, несомненно, множество. Вы не один. Нет, я бы очень долго это делал. Я просто думал, что вы один. Так я, ну, все, поехали. Здесь. То есть, вот есть люди, представляете, они хотят исследовать Северный полюс, да? Не могут туда добраться. Вы им там с команды сделали судно. Они уехали. То есть, тоже есть плюс. Заняли каких-то трех людей. Нам надо исследовать на Северном полюсе, вы не в курсе. Там мы не исследовали. Вообще не исследовали. Вообще не исследовали. Вообще не исследовали. Там сейчас говорят все от нефти до новых вирусов. Все, что хочешь. Выбирай. Платформа как раз исследовательская. Может, не надо? Артем, если есть возможность, не достраивайте. Не достраивайте. Нефти вроде и так нормально. Вирусов тоже. Пускай никто не плывет. Так, Артем, всегда. Там как карьерный рост. Там есть что дальше? Несомненно, конечно. Система разрядов, повышение квалификации, должности и так далее. Оранжевую каску на белую сменю и буду говорить всем, что делать. Ё-моё, вот так это определяется. Да, да. Белая каска бугровская, бригадирская, мастеровая. Все, понятно. Артем, значит, все у вас в этом плане все получится. Значит, получите свою белую каску. У вас наверняка она уже есть дома. Вы просто ее так пока никто не видится примеряете. Рано или поздно. Рано или поздно. Вам в соседней комнате кричит любимая торпеда. Я такой, сейчас все будет. Сейчас залетим. Мечта. Какая-то есть мечта? Какой-то конкретной нету, абстрактной есть. Ну да, да, да. Можно абстрактную, конечно. Летать без крыльев, без ничего, просто как Супермен летать. Так, хорошо. Вы летите, да? Соответственно, вы летите, родная, на самолете. Вы. Ну, либо она на вас, имейте в виду. Так, хорошо. Ну, вот здесь сложно пожелать, что желаю вам, чтобы вы полетели. Так, мы так часто говорим про родную. Есть какая-то девушка, жена, супруга? Да. Жена, супруга? Да. Все. Дети у вас есть? Нет. Нет? Ну и детей вам, блядь, нет? 700 просто. Нет. Чтобы вот... Хотите научиться летать, Артем? Я знаю, к чему ты ведешь, нет. Таким образом, нет. 800 детей и 100% в какой-то момент захочется вылететь. Давайте Артему поаплодируем. Спасибо большое. Артем, вы молодец. Вы у нас были, да? Вот эту руку поднимал. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Чем вы занимаетесь, какую пользу в Санкт-Петербурге вы приносите? Я в пригороде ремонтирую велосипеды. Вы в пригороде ремонтируете велосипеды? Да. Чтобы... Чтобы до Петербурга можно было доехать в том числе. Так, я чего-то не знаю, электрички. С этим большая проблема в Санкт-Петербурге. Вы в пригороде ремонтируете велосипеды. Как это называется эта компания? Куда найти, что отметить? Компания «Велотехник», город Гатчино. Так, соответственно, кто-то... У кого-то есть велосипед? Да. У вас? У вас есть велосипед. Он сломан? Да. Да? Попросите телефон, чтобы он сказал. Да. Скажите ему телефон. Запомнишь? А я посылаю. Да. Тогда, может быть, вы по ссылке просто пройдете, которая будет написана. Да, в Вашейконтакте написать «Велотехник», и там легко найти. И сайт тоже «Велотехник». У вас были такие велосипеды, когда, ну, под списание? Как ты думаешь? Да. У нас было, что бывало, велосипед приносит в ремонт. Мы его считаем, но озвучим стоимость ремонта, и нам его оставляют просто. Ну, типа, невыгодно его ремонтировать, нам оставляют его. Так. Велосипеды. Велосипеды. Вы ремонтируете велосипеды. Да. Это Ваша компания или вы там... Моя компания, да. Вы бизнесмен. Ну, предприниматель. Но на велосипеде. Нет, но у меня автомобиль тоже есть. Ну, на нем есть велосипед? На нем иногда бывает велосипед, даже несколько. Вы знаете, я когда вижу в Москве или где-то, когда едет машина, и на ней велосипед, я за него спокоен. Знаете почему? Потому что я... Ну, он точно доедет. А, я по Питеру иногда так езжу, да. Ну, что в пробках не стоять, можно на велике доехать. Не боитесь? Не страшно? Не такое плотное движение? На велосипеде не боюсь ли? На велосипеде? А в машине? Мы все погибнем! Дорогой, ты можешь пересесть на велосипед, пожалуйста? Вам нужно такую машину большую, чтобы вы внутри машины на велике сидели. И тогда поспокойнее чуть-чуть будет атмосфера. Ну да, нормально. А у вас какой велосипед? Такой с этими? А такой тоже есть, у меня несколько. Я вот знаю, что вот я видел эти гонщики, кто на велосипеде, они... Блядь. Нет, там знаешь как? Там колени должны к локтям поближе. Сережа, Сережа. Значит, они... У них вот такая вот поза. Я голову пониже, да. Да, да, да. Это... Я не знаю, это удобно вот... У меня вот нет такого ощущения, сейчас бы еще вот педали покрутить, вообще было бы замечательно. Это вот, ну, такой же они в позиции ездят? Да, только колени к локтям еще ближе. Но смотри, это неудобно, но это очень быстро. Есть ощущение, что где-то под Питером, ну, ты в туалет зашел и такой... Блядь, я не буду садиться. Используют уже технику. А так и есть, кстати, да. Итак. Все. Значит, это велосипед такой. Трикошка. У вас есть вот это вот? Да. Вульгарина, когда ты думаешь... Есть, конечно, да. И вот этот шлем аэродинамичный. Но у меня обычный. Ты думаешь, блядь, а без него сильно медленнее ты будешь ехать? С ним, с ним. А без него... Просто... Сквозь ветер. Нет, на самом деле, когда у меня были длинные волосы, в шлеме быстрее, да. Когда были... Знаете, когда у меня были длинные волосы. Я вот так до работы. Просто еле-еле. Еле-еле. Еле-еле, разрезая пространство. Просто как через стену каждый раз. Сергей, скажите, пожалуйста, вы курите? Нет. Нет. Видели этих курящих велосипедистов? Обожаю. Да, конечно. Вот этого... Здесь папиросы? В трико, в шлеме? Все как надо вообще. Нет, в трико сигареты не видел. Мне кажется, на ходу неудобно, быстро сгорает. Когда останавливаются, тогда закуривают. Да я не думаю, что там такой ветер, что такой... Ты просто... Я просто восхищаюсь людьми, которые занимаются каким-то спортом и еще курят. И при этом так отдыхают. То есть это же... Мы прекрасно понимаем, что вы говорите, когда останавливаются. Это он вот так ехал, такой... Я вижу таких мужиков у нас после хоккея бывает. Я после хоккея выхожу, ну там... Все, ты кусочек легкого там где-то оставил, сто процентов. И он... У нас есть ребята, которые позаходят, вот так вот снимают коньки и заходят в туалет, дают сразу сигу. Я такой думаю, ну ты же умрешь. Ты прямо сейчас можешь умереть. Зачем ты так рискуешь сигаретой? Сергей, есть какая-то мечта у вас? Блин, я не подготовился к этому вопросу. Но вообще, да, есть... Как вы, не мечтаете? Это моя мечта, но она больше с детьми связана, чтобы у них все получалось в жизни. То есть сейчас, ну, как-то про них больше у него думают, чем про себя. У меня... Странно-то как. Мои мечты, о которых я мечтал, там, 5-10 лет назад, у меня сейчас все исполняется. Все исполняется? Ну, да. Крутяк. Они были не очень заоблачными, поэтому все хорошо. Ну, правильно. То есть 5-10 лет назад вы мечтали ремонтировать велосипеды? Ну, вот на таком уровне, как сейчас, да. А уровень? То есть я, извините, пожалуйста, на уровне... Что для меня ремонт велосипедов? Я рассказываю. Значит, это вам приносит велосипед, да? Вот, вон, говорите, сломался. Значит, вы, значит, так, ну, вы так еще тряпкой так руки протираете. Говорит, сейчас посмотрю, сейчас глянем. Иногда не хочется, действительно. Значит, подходите к сидушке, и там сзади такая висит штучка с инструментами. Вы ее открываете, достаете инструменты, значит, здесь, значит. И переворачиваете, ну, соответственно, хозяин говорит, ну, помоги! Переворачиваете велосипед, значит, крутите колесо. Он говорит, ну, странно крутится. А сейчас есть какой-то уровень. Да, вот то, что ты показываешь, это бесплатный ремонт. Хорошо. Так, а что такое платный? А, это когда у меня есть инструменты. Все, и вы об этом мечтали, типа, все, мечтали, это получилась мечта. Потом у вас появились дети. Они как-то параллельно, одновременно с этим процессом. То есть и работа уже была. Как-то все закрутилось. И, соответственно, появились дети. Сколько у вас детей? Двое. Двое детей. И вы, соответственно, смотрите на детей и думаете, боже мой, хоть бы у них все было хорошо. Да? Но лучше, чем у меня. Я не больше ни о чем меня не просили. Я так думаю. Это нормальное желание, чтобы у детей было все хорошо. Вопрос в том, что недостаточно желать, чтобы просто было все хорошо. Потому что вы желали что-то конкретное. Нужно конкретно желать. Что вы конкретно желаете, чтобы у них было все хорошо? Конкретно у пацана что? Мой олимпийский чемпион по хоккею. Все, я вот так вот на трибуне. Вот так вот. Я почему-то, кстати говоря, в этот момент, когда мы потом в раздевалке, и он мне показывает эту золотую медаль, и я ужасный человек, потому что я в этот момент почему-то говорю ему, мать бы гордилась тобой. Потому что в кино всегда есть какой-то, ну, какая-то перчинка, какая-то перчинка. Но в этот момент мать всегда рядом, говорит, я ей горжусь. Если что. Мой олимпийский чемпион — это старший по хоккею. Он никогда им не станет, потому что он уже не хочет хоккей. Но она что? Я просто новую не придумал пока. А младший, он врач. Я представляю, он хирург. Лечит старшего. А? Лечит старшего. Да, они старший плохо играют в хоккей, постоянно топируются. Поэтому мы младшего просто обучили, как собирать человека. Что вы представляете? Ну, так, если чуть глубже копнуть, я бы хотел, чтобы он умел заработать денег, но чтобы у него это не было необходимостью. Ну, то есть... Хера, это вообще... Мы остались на той же поверхности, Сергей, если что. Да, ну, ладно. Хороша доченька? Да, дочка младшая, да. Да. А, пока... Пока жди. На тебя еще не придумал мечту. Она — актриса, певица, балерина. Врач. Ну, сейчас ей нравится петь и рисовать. Ну, мы все прекрасно знаем, что это не факт. Ну, ему тоже нравится рисовать. Он такие картины приносит. Ты что-то думаешь, «О, это ты актерку мою подтягиваешь». Потому что он тебе приносит... И ты такой... Это... Это ты. Это я. Это я. Это я один в один. А что со мной? Это ты в костюме Железного Человека. Да, это я в костюме... Железного Человека, который... Который... Который попала ракета. Да? Да. В который попала ракета, и его нужно срочно отремонтировать. Совершенно верно. А что... И он еще... Мне всегда так досконально... Он мне спрашивает. «Папа, тебе понравился рисунок?» «Да». А что конкретно... Сука, как мать. Один в один. А что конкретно тебе понравилось в этом рисунке? Мне понравилось в этом рисунке, что ты постарался. «А где я постарался?» «А ты постарался там, где закрасил. Нет, нет белых просветов». «Хорошо». Ты прошел эту проверку. Можешь оставить рисунок себе. Так. Хорошо, Сергей. Значит, мечта у вас лично исполнилась. Да? Если у нас, значит, есть велосипед, мы к вам едем в... Как называется? Город Гачев. Нет, нет. Я имею в виду. Если вот когда ты говоришь «Подмосковье», ты говоришь «Подмосковье». А под Питером? Под Питером. Южнее Питера. Под Питером прямо на карте. Под Питером юж... Где? Под Питером прямо на карту посмотреть, прямо под Питером. На юге, да. Ага. Ну, в целом, я надеюсь, это не описание на сайте в разделе «Контакты». Так, хорошо. Берем карту, едем в Южнее... А там в этом городе. Это какой-нибудь небольшой городок, там большое население. Это вообще сейчас назвали уже столицей Ленинградской области. Девушка же такая... Сейчас. Ну, не мы, не жители назвали, а руководство так решило. Руководство так решило, которое состоит из жителей. Скажите, пожалуйста, получается, ну, это город, там какое население? Большое? Сто тысяч человек примерно. Ну, нормальное население, прям вообще большое население. И все, соответственно... Я ищу финальную, подождите. Я скажу. До Питера ехать полчаса, на велосипеде два часа. И зачем вы это сказали? Ну, что на велосипеде тоже можно доехать. Блин, ну, два часа... Не, два часа... О, а я вам вот про велосипеды, я вам сейчас вот такую историю расскажу. Знаете, сейчас же есть доставщики, да? И у них, значит, они делятся на несколько категорий. Первый — это пеший, да? Который гиги за шаги. Ну, видимо, видимо. Он потом их тоже раскидывает по знакомому и так далее. Второй — это, значит, на электросамокате. Вот этот вот человечек. Потом есть ленивый. Он на сидячем электросамокате. Значит, есть на велосипедах, да? Вот сегодня я встретил этого, кто вот на этом. Вот. А у него еще вот эта коробка на спине. Такое ощущение, что она придавила вот его... То есть такое ощущение, что он когда слезет, он как бы вот так вот и пойдет. И сегодня я увидел, я просто... Я просто думаю, вот ты умничка. Вот ты золото. Просто молодец. Девчонка. И видно полненькое. Видно. Прям полненькое. Ну, когда видно. И она тоже на доставке. И на велике. И она, ну, так прям скидывает. Прям убивает двух зайцев вообще моментально. Потому что ей прям тяжело. Знаете, когда... Знаете, когда ты едешь и как бы не сидишь на сидушке, а так встал. Знаете, вот так вот. И она такая вот так вот. Фу. 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 И это с горки. Давайте Сергею поаплодируем. Сережа. Спасибо. Сзади вас был человечек. Здравствуйте. 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 Ну, милая, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, Таня, Танечка. Какую пользу вы приносите в Санкт-Петербурге? Что про вас говорят это к Тане? Я не приношу пользу Российской Федерации в целом. На врага работаете? Да. Ну, отлично. И вы так искренне об этом... Ну, это давно сидело, накипело. И вы подумали, признаюсь об этом на юмористическом мероприятии. Итак, какую пользу вы приносите нашим врагам? Я работаю в IT, в финансовом секторе, на Штаты. Вы работаете... То есть считают врагами, то... Звучит привлекательно. Так, вы работаете в IT сфере, финансовой сфере... Финансовый сектор, да. Финансовый сектор. Да, но непосредственно на рынке Соединенных Штатов. Да. Ну, давайте попробуем тут найти юмор, потому что с велосипедами была проблема. Простите. С IT, да? А IT. Я работаю с их пенсиями. А вы на работу ездите на велосипеде? Нет. Скажите, пожалуйста, вы, значит, в Санкт-Петербурге это куда-то вы в офис приходите? У нас есть офис, и можно работать на дому. И можно работать на дому. Вы что выбираете? На дому. На дому. Почему, если не секрет? Одна живете? Да, одна, потому что клиенты не могут понять, где я нахожусь. Нет вопросов больше. В России или в Штатах. Они не должны понять, где я. Бывают зумы? Да, да. Одеваете только вверх? Да. Уже пили винище из кружки для чая? Пару раз в неделю стабильно, да. Когда еще пакетик вот этот отрезают и клеем наклеивают? Да, да, да. Я видел однажды такой видос, где она пила, и она уже конкретно поплыла, потому что она сыром закусывала. Итак, вы работаете дома, да? Верно. Вы работаете за компьютером? Да. Какая ваша часть? Что вы делаете? Я продаю онлайн-инструмент для того, чтобы там американцам в Штатах, а в Штатах было проще управлять своими пенсионными фондами. Вы продаете онлайн-инструмент, чтобы в Штатах им проще было пенсионными своими финансами пользоваться. А вот этот онлайн-инструмент, это вы ручками что-то напрограммировали? Я не программирую, программируют инженеры, айтишники. А я гуманитарий в IT. Я продаю то, что они сделали. А как вы продаете? А как вы продаете? Кому вы такие? На Авито? Да? Или на eBay, да? Уже тогда уже. Либо на Амазон. Но вряд ли есть запрос, где чувак говорит, так, как бы мне проще было бы управлять своими пенсионными финансами? Поищу в России. Поищу в России, в стране, которая славится своими пенсионными финансами. Татьяна, все понятно. Здесь, конечно, сложно в этой профессии что-то выжить. Не обижайтесь на меня. Скажите, пожалуйста, у вас какая-то мечта? Вы красивая, одинокая? Одинокая, хочу в Китай. А по первому вопросу что там? Так, хорошо, поедете в Китай. Кушать будете что-нибудь? Корейскую еду. Корейскую? Вы не ищите легких путей. Значит, поеду в Китай и как борщадам там. Просто. Из летучей мыши. Скажите, пожалуйста, хорошо, поедете в Китай. Вы одна поедете в Китай? Возможно. Да. Молодого человека нет у вас? Нет. И вы не планируете? Поэтому есть. Вы поймите меня. Я почему спрашиваю? Как сложится. Как сложится? Кто знает. Вы хотите это на самотек пустить? Да. Да поедете с кошками. Мамаруська? Ляцзы? В Китае тоже будете этим работать, потому что вам не важно, где вы работаете. Да, но придется ночью. Ночью плохо. Неудобно. Ну, понятное дело, ночью неудобно. Вы будете днем спать. Да. Либо у вас будет этот момент, где вы ночью поработали, ну и как бы дневные сутки хочется заставить, и вот это, когда боретесь со сном. Кто-то, когда боролся со сном, пробовал вот эту методику, типа закрою один глаз. И будет так, это имейте в виду не работает. Если вы хотите спать и думаете, что вот так будет легче, это не работает, имейте в виду. Хорошо. Слушайте, ну, я так понимаю, что вы представительница современного общества, где вы такая молодая, востребованная, сами себя обеспечиваете, да? Соответственно, детей вы не хотите, ну, не торопитесь, скажем так. Ой, нет, не торопитесь, не на столько. Все, я, вы... Не пугайтесь, не того, что вы говорите, хотите детей, да? На. Это не так работает. Вы же в курсе? Семечка. Не, да, семечка не так долетает. Да, не пугайтесь, на расстоянии ничего не произойдет. И, кстати говоря, когда вы говорите, ой, не-не, я вас понимаю. Вот. До этого вы были в Китае? Нет, ни разу. Нет, не были в Китае. Кто-то был в Китае? Да, вы были в Китае, да? Че там, где вы были? Где, очень много где были? Да, и очень давно. Да, здесь люди уточняют, вы давно там были? Давайте так. Какой год для начала? 19-й год. Да, хотелось бы уточнить, какая часть 19-го года? Нормально, в январе 20-го все началось. В январе 19-го отлично. Любимое место в Китае? Ну, наверное, набережная Шанхая. Так, набережная Шанхая, да? Татьяна, обязательно сходите. Однозначно. Да, возьмите, если что, велосипед. И трех кошек. Да, из Гатчины. Скажите, а сколько от Гатчины на велосипеде до Китая? А, возможно, на перроне? Как-то на велосипеде в Китай? На пароме. На перроне, я сказал. На перроне. Просто вы можете пипец перронка? А я еще стою и думаю, как круто все, блядь, подвязал. Спасибо вам большое, Таня.